Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию Энергетический прогноз Татьяны Золотухиной на май 2023 года Большой, развернутый, мощный, читает Лора Апрель оказался периодом вызовов и прорывов У кого-то эти вызовы касались трансформации сознания У кого-то задач, связанных с поиском своего места в обществе, как профессионала В личной жизни тоже у многих наблюдались серьезные изменения Конечно, такие события происходят не только в апреле Но апрель с его видимым отсутствием напряженности Проявил себя именно как напряженный И очень часто в смысле разрядки накопившегося напряжения Иногда в плюс, иногда в минус Все зависит от уровня осознанности Как мы любим повторять Осознанность – качество, сформированное на основе определенного уровня развития сознания И оно относится уже не только к пониманию, осознанию происходящего Но и к осмысленному действию с прогнозируемым результатом Я говорила в прошлом прогнозе о возможной трансформации отношений человека с матричными структурами Это предполагает в том числе пересмотр своей роли в социальных и личностных форматах А это в свою очередь возможно, когда человек начинает более объективно воспринимать себя Свои недостатки и достоинства, свои функции и устремления в результате выхода из жесткого, устаревшего восприятия себя и других людей Быстро меняющийся, тонкий и теперь уже плотный мир Подталкивают человека к необходимости неискаженного видения себя и внешних условий Это вызывает разрушение иллюзий Разрушение иллюзий зачастую навязанных человеку семьей, группой людей или обществом в целом А также обильно создаваемых самим человеком Это сложный процесс, который подразумевает не только отказ от стереотипов Но и создание более свежих и адекватных убеждений и концепций Это под силу только сформировавшейся личности Которая отпустила былые страхи и сомнения и научилась верить в себя и свои силы Немногие из этих личностей идут еще дальше Постепенно открывая в себе духовность То есть тонкоматериальную основу человека Заложенную в каждого из нас изначально Это духовная основа тверже алмаза И помогает человеку поверить в себя С большой буквы Поставить правильные жизненные цели и реализовать их Несомненно, дух внутри человека связывает его с той высшей силой Которую мы называем Творцом В этом апреле тем, кто постепенно развивает в себе духовную опору По-новому открылось Таинство Пасхи Не в смысле традиционного прекрасного религиозного праздника На котором многие присутствуют как сопереживающие зрители А в смысле глубокого самоосознания пути Который Христос показал человеку И которым предстоит пройти каждому Если мы, как человечество, хотим остаться на планете И выполнить свои общественные функции Воскрешение человека Который чувствует в себе Христа Связано не только с осознанием и освобождением От собственных грехов и проработанной родовой кармы Но и с очищением и энергетическим освобождением Физического тела, которое составляет единое целое С нашим внутренним миром Мыслями, чувствами и накопленным опытом За многие тысячелетия наша в основном поверхностная А иногда потребительская вера в Бога Привела к тому, что душа стала противопоставляться греховному телу Спасать нужно душу А тело оставить на грешной земле Возможно, когда-то радикальная трансформация тела Была доступна очень немногим Сейчас же, когда все энергетические мерности Полностью присутствуют в планетарном пространстве Тело не только можно, но и должно исцелить Именно через его одухотворенность Через повышение вибраций И раскрытие скрытого потенциала ДНК Который, как вариант Содержит в себе возможность превращения тела В более высоковибрационную субстанцию Пример мощи святых Кармическое очищение человека предусматривает также, что после смерти Ваше оставленное на земле тело из праха Должно быть при жизни максимально очищено от всего Что не соответствует высшей реальности И божественному замыслу сотворения человека В мае продолжатся многочисленные процессы Которые разворачивались в апреле Энергетика Земли, нашего Солнца и центра галактики Также будут развиваться параллельно Но если в апреле на условном графике Их энергетика резко устремлялась вверх Отражая мощное повышение потенциала То в мае все эти три энергетические линии Указывают на более скромную накачку указанных космических объектов Подразумевается, что в апреле их энергетическое наполнение Было очень мощным А теперь предстоит период ассимиляции И усвоения закачанных программ Усвоение в мае, однако, будет происходить довольно непросто 86 узлов напряженности Что говорит само за себя При этом энергия центра нашей галактики В самом высшем своем проявлении достигнет 12-го измерения А нашего Солнца 11-го измерения Планета Земля, однако, устойчиво будет транслировать Энергетический диапазон со второго измерения хроники Акаши По 5-е, что указывает на важность проработки Кармических, человеческих и планетарных записей С учетом необходимого единства всех планетарных форм сознания С одной стороны, ничего нового Поскольку такие проработки случались почти каждый месяц С другой, проработки будут происходить в ином контексте Более высоких частот Понятно, что освобождение от кармических наслоений Важнейшее условие для возвращения человека К его изначально определенной роли на Земле Куда включено сознательное возвращение К единству всего сущего, живого Важность этих процессов на нашей планете Подчеркивается тем, что в мае Внимание логосов Земли, Солнца и Галактики Приковано именно к Земле Что в разы усиливает эффективность происходящего Человек осознанный, как и в апреле Будет пользоваться всем диапазоном поступающих Сконцентрированных энергий Чтобы усилить и укрепить свою целостную структуру И духовную опору Все это будет происходить с известным напряжением Особенно с 4 по 9 мая 13 узлов напряженности Из 15 по 17 мая 5 узлов напряженности И это понятно, поскольку человек Развитого сознания Будет принимать не только энергии планеты Но и напрямую энергии Солнца И центра Галактики При этом я бы рекомендовала Медитировать именно на целостность всех тел С особым акцентом на физическое тело Которое должно постепенно встать на свое место То есть стать проницаемым для высокочастотных вибраций Помните, я говорила, что поле ДНК человека Связано через 5 измерение с ДНК всего живого на Земле Значит в мае будут складываться прекрасные условия Для исцеления физического тела И раскрытия программ ДНК Которые обеспечат нам необходимые трансформации В переходный период Не скажу, что это легкая работа Здесь возможен энергетический стресс От одновременной закачки мощных энергий В менее развитое физическое тело Которое может повлиять на нашу нервную И сердечно-сосудистую систему Поэтому медитируйте без ненужного форсажа Полностью доверяя своему высшему сознанию Которое проведет вас через нужный процесс Заботливо и аккуратно Человек обычного уровня сознания Человек массы В мае получит хорошую возможность Укрепить себя как личность Развивая чакру солнечного сплетения Такому человеку это необходимо Поскольку социальные условия Становятся с одной стороны Более жесткими И даже репрессивными А с другой стороны Менее предсказуемыми И более сбалансированное развитие Социальной стороны личности Будет как нельзя кстати В этом процессе все три тела Будут центрироваться на солнечном сплетении Опять же, это хорошо Для укрепления личности Но и не очень хорошо Поскольку укрепление личности Всегда связано с высвобождением Старых страхов и сомнений Которые могут временно нарушить Досягаемый время от времени баланс Плюс к этому Поднимут голову старые программы И ваш дуальный опыт Который может бросать вас В крайности Как в мыслях Так и в поведении Будьте к этому готовы Медитация с центрированием В сердечной чакре Поможет вам Высвободить страхи И старые комплексы Наиболее безболезненно Интересно, что в мае Основной трансформационный удар Примет на себя та часть Людей массового сознания Которые уже начали задавать себе Нестандартные вопросы О смысле жизни Собственной ценности И роли в обществе На этих людей Начиная с 18 мая Приходится 64 узла напряженности То есть по несколько узлов На каждый день До конца мая Без перерывов Но так проявит себя Планетарное требование К человечеству Без изменения массового сознания Мы не справимся С грядущими сложностями И задачами В мае После апрельского Ослабления Опять проявит Себя Все четыре стихии Они помогут нам Преодолевать узлы напряженности Работая совместно И довольно слаженно Особенно если медитировать На сбалансированное проявление Этих сил В своей энергетической структуре Не могу не отметить Возрастающую роль Нашего Солнца В процессе преображения Планеты и человека Которая усилит Активность Во всем диапазоне Своего влияния В этом смысле Стихия огня Солнца Все-таки Будет лидировать Определяя цели И задачи Всей Солнечной системы Выходящей за рамки Интересов Отдельно взятой Земли На физическом плане Можно ожидать Мощных выбросов Солнечной плазмы Которая повлияет На электромагнитное Поле Земли И не только Включая рост Частоты Шумана Май Месяц Знака Тельца Знака главного Побуждения жизни Потому что Телец Обозначает Жизненные желания Во всех Их Разнообразных Проявлениях Это Включает В себя И причины Проявления Эволюционных Процессов О которых Мало кто Имеет Ясное представление И волю Жить Побудительные Причины Которые Так же Не всегда Понятны За исключением Фундаментальной Причины Воли Бога Которая Декларируется В самом Общем Виде Но плохо Представляема В практическом Приложении Все Это Описывает Прогресс Развития Личности Человека Души И Человека Духа Где Дух Приравнивается К Жизни Вернее К тому Что Ее Порождает И Развивает Таинство Духа Есть Таинство Жизни Желание Земное Плотское Способно Двигать Человека По Жизни Однако Поскольку Оно Непросветленное И Вызывается Низшей Природой Человека Оно Способно Причинять Страдания Желание Желание Лежит В основе Познания Но Незбалансированного А дуального Или Фрагментарного И Страдание Человека Есть Результат Однобокого И Противоречивого Познания Окружающего Мира Без Понимания Его Изначальной Целостности Познавая Отдельные Стороны Мира Человек Склонен И Преувеличивать И Или Противопоставлять Друг Другу В таком Познании Проявляется Ограниченная Воля Человека Воля Сделать Выбор С точки Зрения Своей Отделенности От Целого Воля Которая По своей Сути Подписывается Противоречивыми Желаниями Познание Мира В его Объективном Единстве И гармонии Сложная Задача Для решения Которой Нужно Совпадение Воли Человека И воли Бога Вернее Подчинение Индивидуальной Воле Высшей Воле Но В начале Познания В человеческом Сознании Отсутствует Понимание Необходимости Полноты Отражения Мира Без Искажений И только Со временем При огромных Усилиях Со стороны Осознающего Человека Появляется Внутренняя Уверенность В том Что воля Божья И есть Полнота Великого Блага Как в Отдельном Человеке Так и В целом Мире В период Перехода Нам как раз И дается Такая Возможность Перейти От слепого Повиновения Высшей Воли Даже При наличии Веры В ее Правильность И неизбежность К просветленному Сотрудничеству С высшим Планом С полным Осознанием Этого Плана И своей Роли В его Реализации Постепенно Меняются Отношения Между Планом И человеком Который Начинает Понимать Вектор Движения Эволюционных Сил И встраиваться В этот Замысел Не произвольно Случайно А усиливая Закономерности Такого Развития И понимая Свои Задачи И функции В этом Процессе На этом Пути Много Искажений Одно Из них Неверное Понимание Такого Взаимодействия Побуждение К объединению Свыше Зачастую Понимается Человеком Как Побуждение Продемонстрировать Собственную Волю К власти Во всех Ее Проявлениях Включая Агрессивные Способы Достижения Такой Власти Конфликты И войны Вызываемые Насилием Страдания И лишения С одной Стороны Погружают Человека В пучину Печали Но с другой Способы Иметь И очистительное Воздействие На ум И сердце Человека Эра Водолея Ускоряет Эти процессы Изменения Осознания Которые могут Выражаться В поиске Новых Методов Выражения И достижения Мирового Синтеза На всех Уровнях Бытия Знак Тельца Синтетический В том Смысле Что он Способен Выразить Внутреннее Побуждение На физическом Плане То есть Реализует Астральное Желание Или Ментальное Устремление В плотном Мире Другими Словами Реализует Либо Желание Масс Либо Волю И Целенаправленную Деятельность Осознанных Индивидуумов А иногда И то И другое Одновременно Поскольку Знак Тельца Земной То И выражение Плана Или Массового Желания Происходит На внешнем Плане Жизни То есть Социально Экономической Среде Группы Людей Или Государства Этот Знак Имеет Прямое Отношение К физическому Телу О чем Я говорила Свыше Начиная С 20 Чисел Апреля Важность Преобразования Физического Тела Выходит На первый План Целостность Всех Тел Отдельного Человека Крайне Важна Для Целостности Внешнего Тела Человечества Как И Целостность Сознания Индивидуума Для Общечеловеческого Сознания Телец Бык Жизни Также Тесно Связан С золотом Как Символом Который Управляет Человеческими Желаниями Золото Не только Символ Богатства Материального Но и Символ Полноценности Желаний Одно Из которых Стремление К Перерождению И Преобразованию Эта Тема Связана С вопросами Жизни И Смерти Которые Образуют Цикл Воплощений Ведущий Конечному Синтезу Тела Души И Духа Фиксированный Крест Тельца Обладает Огромной Энергией Которая Высвобождаясь Приводит К масштабным Действиям Преобразованием И Отречению От Прошлого Телец В конечном Итоге Пробуждает Волю К Вышеупомянутому Синтезу Духа Души И Формы Телец Связан С Землей И Венерой И Если Земля Пробуждает Развитие Личности С Центром В Уме То Венера Пробуждает Высшее Я Человека С Центром Сердце Два Луча Управляют Тельцом Первый Воля Бога И Пятый Конкретное Знание Также Проявлен И Третий Луч Активного Интеллекта Разума Второй Луч Любви Мудрости Проявляется Косвенно Подспудно Направляя Знание В сторону Мудрости Разум Всего Лишь Основа Для Мудрости Которая Проистекает Из Высшего Синтеза Ума И Сердца В Тельце Присутствует И Четвертый Луч Гармония Через Конфликт И Шестой Луч Энергия Идеализма Как мы Видим Энергия Тельца Охватывает Полный Спектр Вибраций Преобразующих Человека Однако Эти Трансформации Происходят Через Конфликты Столкновения Противоположностей Отречения И Освобождения Это Объясняет Большое Число Узлов Напряженности В Мае Которые Направлены На Развитие Массового Сознания Ибо Телец Приводит Движение Большие Группы Сталкивая Их Интересы С целью Перехода На новый Уровень Сознания И Бытия Татьяна Золотухина Маленькое Дополнение Дорогие Друзья Как вы Видите Из прогноза Татьяны Золотухиной Май Месяц Богатый На Урожай Поэтому Мы С вами Растем Очень Быстро Как в сказке Но Позволяем Себе Отдых Пусть даже На 5 минут Пусть даже В любом Положении Даже Стоя Где-то На остановке Вы можете Позволить Себе Отдохнуть Вот так Скажите Я Позволяю Себе Отдых И Вот За эти 5 минут Ваши тела Как бы Собираются Как бы Интегрируются Как бы Взаимодействуют С собой Как бы Дружат Или Любят Отдых Продолжение следует...